Итог Тому, что Евросоюз распался И после этого В Европе прокатились революционные войны Революционные войны Это тогда, когда империи распадаются По каким-то искусственным Границам Ну как Астро-Российская империя Или Немецкая империя Эти выдуманные границы Ничему не соответствуют Их надо привести В соответствии с распределением Конкретных народов В соответствии с определенным родом географии И так далее На самом деле, мы о них плохо очень знаем Но этих войн было очень много Ну, например, кто знает на настоящий момент О Карельской войне У меня это была Выдающаяся война 20-го года Нет уж, Карельская война Такие 1853-го? 1820-го? 1920-го 20-го, 21-го Кто знает Тем не менее Вот, например, первая половина 20-го века Она забиловалась возможными войнами Ну, это Британская война, конечно Литовско-Польская война В которой, значит Поляки потеряли Ой, поляки Литовцы Потеряли Вильнюс Он входил в состав Мало ли, локальный твой Мало ли, локальный твой Жить было очень много То есть, вот таких много было Всяких войн И мы это дело пытались обыгрывать Что Какая главная Исходная Не то, что исходная Не то, что исходная А какая Какая теоретическая основа была Под это дело Подведена Значит Говорилось Как бы От Сергея Борисовича Переслегина О трех типах войн Первый тип войн Это Так называемая война Ареса Вторая Это война Афинь И третья Это война Христа Вот Что такое Война Ареса Это когда ты двигаешь войска Взад Вперед Туда Сюда Там есть маленькая тактика Стратегия И так далее Что проживаешь битву Побеждаешь в этой битве И так далее Что такое война Афинь Это война Афинь Это в первую очередь Война военных экономик То есть В первую очередь Экономическая война А что такое война Иисуса И война Христа Это война Где различные антологии Спорт международной Исходной В общем просто же отличается Настоящая война Экономическая война И идеологическая Я с тобой полностью согласен Что она идеологическая война Но в интерпретации Сергея Борисовича Переследина Это потом из доклада Александра Наприенко Было ясно Что они Пытаются говорить Как об антологической войне И понятие Антологии И идеологии Они их различают Они считают Что если Бог Триедин То это антология Такая А не идеология Я так Не в этом Уже недавно Только доклад делал Что антология Свойства гносеологии Ну не о том Идеология Что это такое Это Вот это Да Ты в интерпретации Доклад делал В этом смысле здесь правильно То есть они Утверждают Что антология Это нечто изменяемое И это та вещь Которую можно управлять Война Война Христа Это война Когда ты пытаешься Разрушить Антологию В первую очередь Своего противника Как можно антологию разрушить? Никак не Это по моему Просто Никак не Поэтому они всегда Всегда Когда идет Конкретных примеров Всегда Речь идет Об идеологии Там вот например Я забегаю В самый конец этого вещи Когда Александр Анаприенко Рассказывал Что будто бы нам Этот Фальшивый Полет Американцев На Луну Разрушил Типа нам Антологию Какую он антологию разрушил? Почему антологию? Идеологию он разрушил конечно Была идеологическая система Что Советский режим И является Соответственно Самым передовым И Агрессивным И что Когда американцы Летали туда Эта идеологическая Установка Была разрушена То есть они нас сильно В этом деле опередили И Стало понятно Что Эту войну Мы проиграли Таким образом Считалось Причем здесь Говорится Пафосно О войне Христа И О разрушении антологии Да нету здесь Никакой Я об этом тоже Хотел сказать Во-первых Антологии не так много Вообще Во-вторых Она вообще не одна Антология Я хочу сказать Что Антология Это Эта штука настолько Слабо разрушаемая Что она с точки зрения Человека не обладает Никакой ценностью На самом деле Антология в чем состоит Что у нас все события Происходят в пространстве Что бытие есть Что бытие есть А не бытие Разрушение Нет никакой возможности Я говорю Она вообще одна Антология Но Варьироваться Она может В пределах Скорее всего Да Тем не менее Загадочное утверждение Которое Так в красивую форму Описывается В войне Антологии И обо всем прочем Что Бог есть или Бога нет Она может никак не влиять на Антологию Да Это идеологема Я тоже считаю Что это идеология А Бога нет Бога есть Это идеологема Добавленная к Антологии Это вот идеология То есть На самом деле Мы видим Что в так называемой Войне Христа А и третьей Которой считается Самым продвинутым видом Войн Которому полагается Что все будут вести Нету ничего удивительного Это вещь С моей точки зрения Обычная Идеологическая И психологическая война Все народы И всегда ее вели Всегда для того Чтобы победить Ты должен В первую очередь победить Геологию твоего противника Если у вас внешние Геологии различаются Это так Это те слова Которые я сказал Причем здесь Квантовая история Квантовая политика Что еще за квантовая Термин Какой термин Причем Мы знаем все С вами Такой парадонс Как некоторые Слышали Как Розвана Падольского Эйнштейна Который состоит Следующим Что если у вас Есть Две Скажем Части Одной Большой системы Разнесенные На бесконечное Количество День То Изменяя состояние Одной Мы тут же Изменяем состояние Другого Ну В самом деле Фотон Возлетелся С различными Поляризациями Направо и налево Улетел на один Конец Галактики Мы там померили Поняли что ее Скажем Поляризация этого Фотона Скажем Вертикально Когда мы говорим Другой Галактики Она допустим Горизонтальна Поляризация этого Фотона И таким образом Это можно понять Только из квантовой Механики Что Мы Изменили Эти самые События Поэтому Квантовая История Она в чем состоит В том Чтобы управлять Прошлым И управлять Будущим Таким образом Чтобы менять Настоящее Понимаете Да? Потому что История не существует Кроме как В умах людей Она же никак больше Не существует Менять историю Это означает Менять ее В умах людей Задача состоит И как Менять текущую Действительность Менять такое Это представление Но как Я уже все сказал Как можно менять Действительность У людей Есть разные взял электроны и промерил, что он у него в спинномерах, то до этого у него в спинномерах не существовало. Кот Шриденгера не всегда жив или не всегда мертв. Да, как мы нам к этому придумали. Всегда есть суперпозиция двух состояний. Живого и мертвого кота. Вот что и дело. Но таким образом оказывается, что ты можешь наше состояние описывать неким аналогом волновой функции. А волновая функция, она состоит в том, что те события, которые даже не произошли, но были вероятны. Вероятная какая-то история. Другой интернативный проект, интернативная схема истории. Считается, что эта история будет оказывать вот тот интернативный, никогда не состоящийся проект, будет оказывать на тебя большое влияние и приводить с забавным эффектом, типа, дефракции или интерференции в случае квантомеханических систем. То есть частиц. Понимаете? Просто одно дело в квантомеханике и то, что там больше, а другое дело в этом? Я высказываю свою точку зрения. Это что, связь какая-то бредовая? Это Сергей Борисович Креследин. Я высказываю не свою точку зрения. Ну, во-первых, я не понимаю, почему меняется реальность, а не представление реальность. Вот это мне больше всего не понятно. Ну, потому что в квантомеханике меняется реальность. В квантомеханике все происходит в реальности. В реальности. А история, которую они обсуждают, где происходит? Тоже в реальности. Как это в реальности происходит? Это происходит в представлении. В реальности. То есть, игру, которую вы затеяли в кубике, это, по-твоему, реальность, что ли? Да. Это просто игра представлений ваша. Нет, они считают... Вы ничего не делали, ничего реально не изменяли. Если мы эту игру проведем, то мы нащупаем некий такой альтернативный проект, который будет воздействовать на текущую реальность. Да ну, это то, что называется выдавать желаемое за действительное. Желается так, чтобы наша деятельность была очень важной. Давайте будем считать, что она меняет деятельность. То есть, по крайней мере, вот такой подход. Я говорю, я высказываю не свою точку зрения. Хорошо, что там проводит. И дальше, что там происходит. Понятие? Я говорю просто о теории, так называемой. Дальше? Это теория. Поэтому, с подобного рода подходом, мы пытаемся к тому, чем мы занимались, то есть, когда мы ходили из комнаты в комнату и переводили в различные роды переговоры, это практически максимально серьезно. Потому что где это у нас альтернативная история некая? Альтернативная реальность, которая может интерферировать, дефрагировать, еще и вот еще. А если дети в войну шульгают во дворе, то война начнется. Ты это знаешь, да? Да, да. Это точно начнется война, да. Да. Это мне всегда говорили. Это не шутка. Когда мы бегали с палками, типа того, что... Магия вуду. Кто-то там иголками кукует там, а у человека... Бабки говорили, ой, типа того, что много народу с этими палками, теперь с пистолетиками детей бегает. Наверное, война начнется. Почему так? А потому что накануне той большой войны тоже все с пистолетиками бегали, дети. Я говорю, война начинается. Это такая магия такая, житийская магия. Значит, вот. Теперь мы, значит, все собрались. Я сражался на стороне Германии. На этот раз мне сильно не повезло, потому что в прошлый раз я сражался большую часть времени на стороне России один, и мне было проще. А сейчас у нас было целых три Германии, то есть три человека. И большую часть мы отвергали на внутреннее выяснение отношений, какая Германия должна быть и что должно с ней истаться. Какая Германия настоящая? Да. Трех головократные Германии. Сергей Борисович, Сергей Борисович играл за внешнее поле, то есть России не было. За шесть дела что-то делать? Надо расслабиться на три? Это, значит, Сергей Борисович играл за внешнее поле, то есть за Америку, за Арабский мир, за Россию сразу. Почему России-то не было? Ну, потому что внешняя Германия, мы же играли Европу, мы Европу играли. У нас была Франция, у нас были все скандинавские страны с копом, у нас была Прибалтика, и у нас была Испания почему-то не была, была Италия, была Франция, была Британия, была Германия, была Польша, была Турция. Значит, война началась с чего? Война началась с того, что Турция аннексировала у нас республику Кипр полностью. Кипр? Да. А зачем она едет? Ну, потому что по северу турки сейчас находятся, где они его захватили. На юг-то двигаться не будет, и все возмутились, и потому что все начали возмущаться. Кто-то начал возмущаться, кто-то начали возмущаться. Туда, поскольку мы знаем, что там есть военно-морская база Британии, вышел дополнительный британский флот. Так же, что-то выплыл, заменитый авианосец французов Шарак-де-Голь, вместе с группой сопровождения. Между Грецией и Турцией состоялась война военно-морская. Они все в чем могли туда бросить, и Турция благополучно выиграла. Тут же большое количество островов, которые находятся в Грунгерции, объявили о своей независимости. Приехала Франция, выбила Турк оттуда, а оккупировала тут остров Квит. Ой, остров Кипр, не Квит, Кипр. А почему вся война превратилась в войну? Подожди. Стали выяснять, что нам делать дальше там со всем этим делом. Что нам делать со всем этим делом дальше. У каждого началась своя игра. Христиане решили создать католическую лику. Создали, попытались ее создать, но удалось. И полиция Польши, позиция Польши, им помешала. Почему помешала им позиция Польши? Потому что Польша в этот момент почему-то очень подружилась с Германией. А Германия на самом деле тайна была на стороне Турции. А не то, что тут много. Вообще Германия занимала очень своеобразную позицию. Мы в лице часто. Мы пытались скинуть постоянно страны периферии. То есть было два главных вектора политики. Первая политика – скинуть балласт с корабля европейской современности. Это был балласт. Ну, Греция, например, со всеми ее долгами, проблемами, глупостями, неэффективным управлением, конфликтом на островах, конфликтах с Турцией и так далее. Мы хотели скинуть ее с корабля, с единой европейской идентичности. Ну, и куда ее? Ну, просто она там существовала. Она даже, по-моему, осталась формально членами Евросоюза. Я вам скажу, что ты с ней потом стал. Американцы где были? Да. Второй момент – совершенно верно. Мы тайно пытались подавить присутствие американцев в Европе. Тайно. Почему, как они представлены в Европе? А представлены они в основном политически, отчетливо представлены через мелкие и восточно-европейские государства. В частности, мы попытались инициировать смену элит в прибалтийских республиках. Мы немцы. Таким образом, что вместо националистической элиты – латышская, литовская и эстонская – уступила вместо русским. При этом независимость от России прибалтийских республик сохранялась. Но властик, де-факто, переходил к русским. И тем самым, они оказывали, отсюда вытеснялось американское влияние. То есть, вот такая была наша цель. Нас, немцев. Ну, не фашистов. Ну, не фашистов. Финцев. Нас, фрицев. Нас, фрицев. Вот такая вот у нас была цель. Это... Елена Полицына Переследина играла за Францию. И полиция Франции, не со стороны Германии, оказалась иногда просто сумасшедшей. То есть, она была до такого времени, когда мы, немцы, провозгласили идею Третьего, Четвертого рейха. Они даже разместили свои войска на грозиться из Германии. Мы этому делали по-смеяности, потому что никаких войск, никаких денег никогда решили не размещать. Католический союз провалился. Началась мелкая война между католиками, протестантами и войсками, как обычно. И все. Больше никаких существенных реакционных войск, войн нигде не было. Что поразительно. Никаких войн, кроме вот этой самой несчастной, там, четырьмя кораблями, ничего не произошло. Более того, на островах, в этом Греции всевозможных, образовалась удивительная ситуация. Никто не знает тем, кто вроде Кипра. Формальным руководят французы. Столько у них хорошее отношение, хотя их надо сделать. Все вместе там купаются и отдыхают. Там спокойно распространяются всевозможные наркотики, торговые человеческими органами. Итальянцы офигели до того, что они сказали, что за счет торговых человеческими органами они решили проблему дефицита своего бюджета даже. А Германия, например, предлагала Италию вообще расчленить на дикий, безумный юг и на цивилизованный север. Они этому человеку сопротивлялись, поэтому сидели с Францией и даже оттуда никуда не уходили. В одной комнате. Это вот такая была ситуация. Сделали. Ну, каждый занимал собственную какую-то позицию. Я считаю, что игра во многом была провальной. А, да, американцы пришли к Нерсону и сказали, у нас в островах возле Игрессии... Американцы были? Ну, за поле, по-тебе не против нифига. В поле не было. Пришли и сказали, мы, как это, американцы, не хотите ли оккупировать Грецию, потому что там беспредел с этим, с ЛСД и всем прочим, всех уже достал. И немцы сказали, нет, никакого ничего, этого оккупировать не надо, тем более между нами и Грецией находится большое количество независимых государств. Американцы, знаете, они такие, они уж и независимые. Мы все равно этого дела отказались. А еще один из приколов состоит, что сербы, хорваты, греки, македонцы и все прочие начали активно распиливать этих албанцев на органы. Поскольку у них там главная фабрика состояла с этого... Какие там когнитивные проекты кто-то были, а их предлагали, например, Бегала Бельгия предлагала свой когнитивный проект по поводу организации в каждой стране, ну, скажем, парков, например, кельского периода. Каких-нибудь еще. И скандинавских парков, ничего, а Греция, это парк и Ладоги, потому что это тоже все напоминало очень... То есть никто не хотел овоевать, все находились в ситуации виртуальной деятельности, между собой ходили, постоянно переговаривались. И несли всякую чушь. Я поэтому считаю, что эта установка, что Европа на какие-то части распадется, эта игра показала, что она неправильная. И на какие-то части она распадется в бомбе. Я более того скажу, что дело не в том, что распадется она или нет, это просто сама игра детская. Она, в принципе, изначально в своих методах, в своей методологии детская. А вот там... Релакционных войн она не вела совсем. И хотела... Это известный конфликт на острове Кипра. Значит, он был вот такой. Такой был очень умный. Мне еще кажется, что у Переслегина есть некая противореча. Он считал, что современные войны, они должны быть войны за ресурс. Понимаешь? А сейчас получается... Что? Зачем Кипр-то был захватывать? Да, Кипр просто так. Вот именно, что просто так. Вот именно, что здесь есть какой-то произвол, надо во что-то играть. Вот играли то, что захватили Кипр. Да нету просто никакого смысла воевать. Нету смысла. Все давно и так уже поделено. Все уже давно и так распилено, условно говоря, как бы между всеми государствами распределено. И поэтому как бы у никто сейчас не воюет войной Алиса. То есть, несмотря на то, что он говорит, что из три типа войны, война все равно оказалась только одной войной. Это войной Алиса. То есть, даже экономики там не воевали, ничего не пытались. Да, ничего не было. Вообще ничего не было. Ну, сходили, переговаривались там. Потому что я говорю, что изначально методология неверная. Просто много слов говорится про чувственных. А когда доходит до дела, с силой того, что методология изначально неверная, как бы, и не получается ничего. То есть, вот таким образом себя все играли. Поэтому следующая война будет, которые ее объявляют, она состоит в следующем, что будут пытаться вывод, когда Европа не распалась, она дальше существует как некое единое целое. Что будет дальше, я не знаю. А твой доклад, походу, что ты его пытался выставить? Нет, я не пытался. А зачем? Ну как бы, это все-таки, что в Европе тяготеет единство больше, чем к этому. То есть у нас в итоге проявилось то, что Европа действительно тяготеет больше, даже если считать, что ваша методология хоть какое-то там имеет значение, хоть на что-то претендует, если даже считать, то получилось. Ну подтвердилось, да. Европа стремится к единству. Выгоднее быть единством. Начинаем вот в полис на такой системе. Они и Европа так далее под действительность. Действительность такова. Нет, они ничего не подтвердят. Мы доклады Европой, и отсюда ввел обратный вывод, типа мы поиграли, вот видите, ничего не произошло, значит и там не должно ничего произойти. Вот, в следующем типа говорят, что будет Ротшильды главным героем. Кто? Ротшильды. Ну финансовая елита, в смысле. Европейская финансовая елита. Какая же сейчас проблема, которая развивается раном? Я не знаю, мы это не играли. Так а в чем суть ваша елита заключается? А методология все-таки на столуках Хеллингера или нет? Нет, на этот раз на столуках Хеллингера вообще не было ни разу. Я вообще тогда не понимаю, в чем состоит смысл-то игры. Вот понимаешь? В следующий раз будет Хеллингера. После того, после того, что Хеллингера не было, был доклад Александра Янубриенко. Мне кажется, сама методология странна немножко. Я понимаю, что можно играть во что угодно. Какие так что-то делать выводы? Надо же обосновывать, что эти выводы имеют значение для реальности, а не просто являются досужимы от домыслов. Можно что угодно ведь думать, что там распадется, Европа не распадется, что там будет. Как вот провести мостик между тем, что в ВГе какое-то состояние получается, и тем, что на самом деле есть? Как вот между этими построить некий мостик? Так я тебе говорю, это квантовый политик. Да, квантовый это вообще из-за уши притянут. Я тебе же говорю, что... Не, ну Влад, если бы на этот вопрос был бы... Какой-то более-менее какой-то... Нет, ну допустим, есть остановки Хеллингера, там какой-то ответ есть. Понимаете? Что есть много опытов поставленных, где подтверждается, что какая-то зависимость, какая-то корреляция между тем, что происходит на остановке и реальность. Ну надо сказать, что игра мне в этот раз не понравился, я это тоже сказал. Мне надо сказать, что это он. Почему троги? Ну то есть, что я их троллю бы оставил. А никто там не стал про твои... Степан уже видел твои доклады, ничего не сказал и стал уступать? Нет. А больше никто про меня не видел, наверное? Ну конечно. Не-не-не. Я Степана поселил. Ну и вообще, говорят, ты какие-то выводы-то сделал. Так в итоге что это? Работает это... Эта дология или не работает? Да, фигурно. Мы же с тобой, когда первый раз пошли, хотели выяснить о том, что вот есть некий, признание его реально. Нет, подожди. Подожди. Здесь хитро очень. То есть, я не понимаю. Просто, видишь, работает или не работает, оно никак не скажется ни на судьбе и опы, ни на моей личной. Да это все понятно. Надо понять просто, что является ли это интеллигентской тусовкой, которая принимает формулы? Нет, не является. Почему? Не является. Мы же с тобой обсуждали в прошлый раз. Но тем не менее, она интеллигентской тусовкой не является. Она не является интеллигентской тусовкой. Но способ времяпровождения интеллигентской, нет? Нет. Она не интеллигентская тусовка. Нет, она при том времяпровождении, поскольку люди потратили 8-9 часов. Но тем не менее. Я что-то не понимаю. Ну, тогда объясни, в чем тогда, скажем так. Ну, там, действительно, есть определенного рода форма наглядности. Действительно, о каких-то проблемах пришлось задуматься и подумать о них. Ну, в самом деле, пришлось. А почему нет? Даже в игре иногда складываются какие-то ситуации, которые заставляют о чем-то задуматься. Тут ничего такого нет. Если, допустим, играть в войнушку, даже играя в войнушку, там, вот, мы играли в детстве в войну, да? И то, как бы, задумывается о том, что такое, допустим, этап. Ну, ваша войнушка была интеллигентским времяпровождением? Не была. Не было. Потому что мы были дети, потому что. Ну, здесь нет. А здесь просто такая же игра, но только играют взрослые дети. При этом она не является интеллигентским времяпровождением. Настолько, сколько я играю в StarCraft, она тоже не является интеллигентским времяпровождением. То есть она вообще еще ниже находится? Почему? это может быть и вышивание я считаю что это подача материала с помощью игры это люди сначала объединяются между собой, говорят ты кем хочешь быть, у нас такие и такие роли есть я хочу быть Германия, хочу быть Францией, а я буду скандинавскими странами и так далее и там Институт права и Непринца-Ардиндовского помещения находится у них есть большое количество комнат, а между ними еще больше коридоров и вот люди по этим разным вещам ходят, проходят всякие такты игры пошел первый, такие и такие события произошли, все ты, 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 я туда войска двигаю, я с ним переговариваюсь, я кто-то решил потом все собрались, посредники ходят, посредники, объясняют головы придумываются, все произвольно, понимаете посредники они приходят, а вы реагируете как неудобно на эти события да, 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 конфигурация какая-то возникает после этого потом этот такт фиксируется, начинается новый такт там, на это восстановление фиксируется, если вы записываете исходную позицию нет, надо просто фиксируется, что произошел такой такт ну такой, значит, это чему-то пришло, война, например, закончилась или, например, по случаю агрессии эта Греция собрала совет безопасности ООН все пришли в главную комнату, сели за круглым столом и изображают собой совет безопасности ООН там есть и ООН, есть и его союзы, и остатки... процесс пошел, и всякое прочее ну я говорю, что в лицах, иначе говоря, они играют как бы в реальность, только в лицах да каждый играет за какую-то страну и играет в лицах ну а последних там, где всякие эти штуки под бас я, во многом, был Ангел и Мелькель, то, наверное, эти итальянские сицилийские чуваки совершили покушение и даже ранили, например и как ты об этом узнал? ну, последний с Казхом интересно я говорю, что то повлиять не может совершенный произвол ну нет, я просто пытался, как вы знаете, всякими силами отделить Юг-Италию от севера от европейского ядра я пытался отделить совершенно безумный, бессмысленный Юг-Италию сейчас это грустно да, пытались, но поскольку они были итальянцами, даже это они сделать не смогли ну то да, конечно ну а что, это тоже полезно я просто считаю, еще раз говорю, что я тоже участвовал во многере, что считаю, что это все-таки просто попытка в игровой форме подачи материала подать материал, никакие выводы отсюда сделать нельзя, ничего тут не разыгрывается, ни на что ничего не влияет ну почему, но это же, есть же какое-то коллективное мнение, вот если он приношен я понимаю, коллективное мнение, разыгранное в лицах мы тоже можем сейчас разыграть, там один будет сознанием, один будет чувством, один мышлением и попытаться там разыграть, как между ними происходит это взаимодействие то есть разыграть можно в лицах что угодно знаете, один будет Дед Морозом, один с ней кутичкой, а другой будет детьми вокруг своей елочки бегать мы можем тоже разыгрывать но этот процесс, да, вот этот таксист здесь тоже самое, просто и как бы разыгрывают в лицах, как бы, Европу будущее его подать да какое будущее-то, как раз-то, все произвольно, никакого будущего нет здесь просто произвольно кто-то что-то пытается ну спектакль какую-то да, произвольно, вздумалось там кому-то что-то там Кипр западет но каждый выражает свою мысль нет, я просто к чему говорю, что методологии здесь нет это обыкновенная интеллигентская игра нет методологии самое важное, если бы это было что-то существенное тогда мы можем было бы об этом существенно разговаривать в итоге Игорь рассказал, на самом деле, как они сыграли в песочнице в игру это ничего как бы не дает, как бы, ни в методологическом смысле, ни в историческом смысле если в песочнице заменить песок на, не знаю, на радиоактивные отходы, на атомные бомбы, там может что-то и поменять да нет, ну почему нет методологии же? одна группа лиц выражала свои какие-то представления о действительности ну вот допустим, вы бы играли за германию вы думаете, как бы, у вас были бы такие же представления, вы бы играли просто, что вот, в принципе, можете что-то придумать, то вы и группы нет, я бы выражал бы свои например, вы послали бы, как бы, атомную скинули бы, атомную бомбу во Франции потому, что у меня нет германии, да я ему сказал, так германия нет атомной бомбы нет атомной бомбы нет почему? ну нет все зависит от каких случаяцей знаешь ты или не знаешь что есть я бы выражал свою позицию а если бы вместе это означает, что нет никакой игры есть просто произвол играй в произвольную игру нет методологии методология не зависит от человека понимаете? методология это способ мы таким образом, таким способом выражаем это не просто способ способ, понятно, что так было это способ, который вас производит есть разные люди будут за этот способ заниматься участвуют, меняться в способе, в методологии если разные люди будут меняться, методология останется а тут методология зависит существенно от людей получается, что ее вообще нет а просто есть какая-то игра людей ну да, но эти люди выражают свою точку зрения правило, но какое это отношение имеет к реальности Влад хочет сказать, что просто когда люди играют к зайчикам, то к зайчику это не имеет никого да, вот именно это я и говорю ну почему, они же как-то проще всего отношение к их индивидуальности точно так же и здесь а здесь позиция стоит в том, что как вы ее занимаете что на самом деле что-то немножко о жизни зайчиков ну конечно, вы же не просто там, если это зайчики, то вы же не говорите не рычите, как little я там любому не кидаю мысли на свинья Зайчики при этом, скажем, так, как скакали раньше. Да, конечно, все равно. Нет, зайчики-зайчики. Методологии нет просто. Вот в чем дело. Изначально во всех этих тусовках у Переслегина была методология, которая изначально исходит из этого, из арсенома Хеллингера. И они пытаются ее как-то в своих знаниях реактора, есть какая-то метаморфоза, приспособление этой методологии Хеллингера. А вот эта игра – это еще один способ. Но все это на самом деле совершенно далеко уходит от того, что представляет собой расстановку. Ну, я так считаю. Я не знаю, там Хеллингеры, расстановки и так далее, но, по крайней мере, если, значит, вот это, вот штабные игры называются. Да-да-да, штабные. Поводят игры даже с нашим генералитетом, со штабами присоединиться. Да, вот это и есть как раз это. Или там производственные совещания. Зачем вот проводятся, допустим… Они бы не знали, в форме игр многие делают. Ну, там игры не идут, там вы выражаете свой мини, я там… Да, только в штабных играх там люди действительно сидят на тех местах, на которых и сидят. Нет, нет, подожди. А тут, как бы, допустим, я не знаю про Германию много чего, да, я буду стал атомную бомбу сбрасывать на Францию, а толку это и атомной бомбы нет. Дело в том, что понимаешь, что… Чего я там выражаю-то? Мы везем за войска, а бойска… То есть, это зависит от войска. Все зависит от твоего дела. Ну ладно, но не дало договорить это. Просто, вот если мы обсуждаем какую-то проблему, да, вы высказываете одну точку зрения, вы высказываете свои знания, что там выяснилось, вы говорите, я сброшу атомную бомбу, да, а коллега поправляет, что… Вообще-то в этой стране нет атомной бомбы… Я пошли, я отменишил самолеты, твои самолеты не пили театры… Я просто объясняю, что методологии нет, играть можно сколько угодно, любые какие-то штабные игры здесь, и здесь просто нет ничего, кроме произвола человеческого. Собрались люди, и у кого сколько фантазий хватает, нам столько не играют. Ну просто, суть-то вопроса, в чем отношение, что к реальности отношения не имеет. Я не спорю, что играть можно во что угодно, мы сейчас можем сесть и зайчиков начать играть. Это никак не помешает нам. Ну если реально, они же претендуют на то, что реальность меняют. Вот, что проблема-то. То есть люди сидят и фантазируют, что я вот здесь сижу, не просто так играю, а реально как бы меняю реальность. В этом проблема. Да, да, она меняется, но она поменяется, когда количество перейдет в качество. То есть вы верите в это, вы верите в магию иначе? Если пасцы делать, давай сейчас вместе здесь пасцы сделаем, может там есть. Прыгаем, прыгаем сами зайчиками. Идея, владевшая массой. Это называется магия. Понимаете? Это девка брошенная в полк, да. Предослушали. Если это приобретет сначала 4 человека, потом 40, потом 40 тысяч, потом 4 миллиона, потом 40 миллионов. Вот идея, владевшая массой, становится материальной силой. И так обыгрываются ситуации. Почему? Какие идеи здесь идей-то нет? Почему нет идей? Разыгрываются... Ну как? Можно играть серого волка и зайчика. В чем идея? В чем она массами-то не овладела цикла? Почему не превратились одни из зайчиков и другие волков? Об этом же речь идет. Речь идет о том, что есть некое магическое представление о мире, которое состоит в следующем. Значит, если мы верим в то, что своими какими-то символическими действиями мы влияем на реальность, это и означает, что мы живем в мире магическом. Я в другом бываю. Магический мир в чем состоит? Что не надо ничего делать конкретно, ничего предпринимать. Просто надо сесть по интеллигентски в кружочек и о чем-нибудь поговорить. Поговорили, разошлись, мир изменился. Понимаете? Вот в чем проблема состоит. Изменился не только в наших головах, да. Они же считают, что он объективно меняется. Ладно, в наших головах изменилось представление о мире. Вот мы сейчас поговорили, и что-то изменилось в наших головах как представление о мире. Но они же считают, что не просто представление о мире изменилось, а что мир изменился. Но то, что они считают, мы не можем знать. Да дело не в этом, в этом состоит методология. Методология изначально состояла в том, что это реальные, серьезные вещи. Это, как вы говорите, как командно-штабные игры, да? Да. Стратегические игры, да. Они пренендует на то, что они такие мудрые, они там пройдут сейчас и реальность изменят. Книга будет ли сдана и проскупится? Да, книгу. Поэтому я говорю, что это интеллигентская тусорка, интеллигентская. Еще раз объясню, что методология и идеология здесь единственная, что есть некая магия. Понимаете, интеллигенты, они не могут влиять на реальность иначе, как символическим образом. Они могут символическим образом что угодно делать. Только поскольку интеллигент не владеет ничем, кроме как символами, могут сколько угодно с этими символами баловаться, и все равно это ничего не изменит. Символы ничего не изменят. И будущее это никак не повлияет. Вот о чем я говорю. Вы сдадут книгу миллионным тиражом, прочитаем 10 миллионов, значит. И 10 миллионов будут думать, как вот эти члены. Но если бы, как вы говорите, 10 миллионов, то и на игру бы прекратило много народу. На игру, на умные идиоты. Почему? Ну как? Вот идеи. Вот, а те, кто участвует в этой игре, высказывают, что она была неинтересной. Для него, может быть. И прошлый раз я ходил, точно так же было скучно. Понимаете? Изначально, как бы, игра, она... Я говорю, я не отрицаю дидактическое значение этой игры. Например, из прошлой игры я узнал, допустим, что представляет собой Винсуэлл. Понимаете? То есть до этого, как бы, представление имело смутное. То есть, какую-то информацию, какую-то я получил, примерно. Ну, кроме этой информации, никакого другого значения игра не имела. Это был просто мгновенный стёб какой-то, я не знаю. Нет, ну, Булатов, понимаете, вот один стёб был. Вот производственное там совещание. Мы часами обсуждали, значит, а что делать там вот с этим? Правильно. Ну, это же его... Ну, можно я договорил? Ну, вы реально смогли это повлиять после этого? Пойти и пожалеть? Ну, не договорил. Ну, да слушайте фразу так. Я говорю, что мы часами сидели, обсуждали, значит, там такой... Вот начальник отдела, женщина, я там взял в начальника, там инспектора или два, там двое или четверо, там всего людей. И часами сидели, обсуждали, а что нам делать с этой ситуацией, значит, а вот если я пойду, скажу это, а вы там это, то-то, сё-то, значит, да. И потом принималось решение, потом, значит, там, в большинстве случаев я вставал, шёл, да, и мы влияли на реальность, изменяли. То, вот он поедет к Меркель, нет, он поедет к Меркель, приедет, скажет, так, ну и так, я Меркель был, играл за Меркель, тот поедет в Италию, к Итальянску и так далее. О чём говорите-то? Вы, когда совещаетесь, это только этап есть в вашей деятельности. Вы, будучи производственниками, активно в этом производстве участвуете. Вы пошли, посовещались и вернулись опять к производству. К какому производству, от какого производства их оторвали? Где он, какое отношение вообще к Германии имел до этого? И как он будет иметь к этому после этого? Виртуальный наш такой зачет. Он же высказал то, что... Зачем высказал? То, ты состоишь в суть, что это интеллигентский базар. Ничего они конкретно не делают и никуда они не влияют. А ваши, как штабные игры, так и производственные совещания, они имеют реальную защиту. В каком смысле? Мы пошли потом в реальность и что-то изменили. Правильно. А что он поменяет? Он что, поедет к Меркель, разговаривает с ней, что ли? Скажет, Меркель, типа, надо было увеличить защиту, вас могут ранить. Она скажет, спасибо, там. Количество ограниченных увеличивают. Он же сказал, что он... Я же еще раз объясняю, это интеллигентский базар только. Он как был изначально базаром, так базаром и остался. Они разыгрывают то, на что повлиять никак не могут. Если бы они были, допустим, хотя бы какими-нибудь чиновниками высокопоставленными в каждой стране. Например, у Симонгер, немецкие чиновники и так далее. Собрались бы реальные люди, которые имеют реальные речи власти. Они бы играли. Это одно. А другое дело, когда просто непонятно кто. Пришел, понимаете, и поиграл, как бы и ушел. Ничего от этого не поменялось. Я говорю, это просто себя тешить. Это магия. Магия. Знаете, вот как шаман. Бум-бум-бум люди в мафию играют. Бум-бум-бум-бум. И думают, что что-то меняется. А? Всегда мафию. Ну, мафию, да. Вот мафию можно. Это просто интеллигентская игра, где максимум, что достигается. Это просто себя тешить, что люди и так далее. Имеет важное значение к чему-либо. То есть они как бы просто собственную важность таким образом раздувают. Я такой важный человек, я, как говорят, влияю на сотню мира. Я играл за Меркель, да? Да. Я, как говорят, на сотню мира влиял. А теперь, вроде говоря, играл за Меркель, все, а теперь женщина. Ему надо женское платье носить. И, как бы, по-немецки балакать. Ну, как? Он же все, реальность изменилась уже, все. Теперь Меркель, наверное, утром прослется, и начнет на русском языке, значит, с чистейшим русским, там, обсуждать какую-нибудь эстетику. Достоинство. И не будет знать, откуда это взялось. Поэтому нету такого влияния. Это просто глупости. Люди, конечно же, понятно, им надо как-то обосновывать. Из таких игр играют, они как-то игру зубные рассказывали. Это не было ни в Сколково. Ну, ладно, ниже. Эта тусовка же играла игру в Сколково. Валерсите Сколково. И там один человек играл за МВФ. Тогда был этот, как Строскан, да? Его некоторый распределитель. И он, значит, это, говорит, значит, следующая вещь. Нам надо собрать все наши валютные средства и перевести их в Европу, в Евро, в той смысле. Они, значит, это дело проиграли. Тут же объявляли, значит, что Строскан ехал в Европу, и его расставали. Сексуальный секс-скандал. Типа того, что и хотят его, значит, чтобы он ушел с ужаса директора и распределитель МВФ. Но это так. И потом, через несколько дней объявили, что его арестовали, да? Нет. На следующий день тут же. То есть они проявили игру, где Строскан тогдашник виртуально Строскан это сделал, значит... Да, да, да. Сексуальный секс-скандал. Нет. Что он должен было бы и средства перевести чисто в Европу из МВФ. Ну, то есть он сделает нечто неприятное Америке. И тут на следующий день объявляют, что Строскана арестовали. Это по поводу магии. Нет. Но это понятно, что... Дело будет очень интересно, если Ангел Меркель... Когда это у нас год? Это, по-моему, 18-й был. А, 14-й был этот год. Да. 14-й год у нас был ориентировочный. Если говорить, в 14-й году Ангел Меркель ханят во время покушения. Знаешь, есть как бы... Интересное же есть предсказание Стардамс. И там народ умудряется там всю историю... И все, что угодно. Все. Они всю историю до этого, и всю историю... И они все находили. И они говорят, что мы, да, мы-то не понимали, но вот это событие случилось, и мы нашли нашли нашли. И они каждый раз так будут ходить. Условно говоря, там иногда, что называется, случается... Всякое совпадение случается, как это называется. Нет, это понятно. И из этого делать вывод, что игра имеет какое-то отношение к реальности, знаешь... Ну вот, допустим, как бы... Для того, чтобы это было так, надо каждый раз игру записывать. И каждый раз, когда... Нет, это записано. Все записано. Понятно. Каждый раз проверять, так или нет. Просто... Я всегда... Я всегда... Я всегда подозреваю, что все игры... Много игр, наверное, прошло, да? Я всегда подозреваю так, что ничего не совпадает, а когда что-то совпадает, это раздувается, а когда ничего не совпадает, сидят молчат трубочку. Поэтому такое впечатление, как бы, что все всегда совпадает. Это же так... О чуде... О чуде как всегда говорят? О чуде. Когда чудо не случается, да? Никто об этом не помнит, и никто об этом не говорит. А когда чудо случается, его раздувают. И поэтому кажется, на самом деле, что много случилось чудес, что святой человек, когда молится, случается чудо. А сколько было случаев, когда человек молился святой, и ничего не случалось, по сравнению с тем, что когда случайно случилось? Да? Да. Просто если одно к другому соотнести, то и получится как один миллион. Поэтому чудо называется. Да, 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 да. Потому что есть еще кое-что, кто хочет высказать по-моему поводу? По поводу игры? Ну, вот, чтобы нам заканчивать семена. Ну, все, давайте тогда высказать. Все высказать? Давай ты скажи. Ты не высказал свою позицию. Почему я высказал? Ты еще посчитал, что это методология рабочая? Я ничего низко не посчитал. Просто у меня просили рассказать, что там происходит. Да, я просто стыдно, потому что не пустят в следующий раз на семинар. Посмотрят кто-нибудь там. Да нет, просто... Степан, посмотрят это видео и подумают, так, к нам засланный казачок. Как тебя там назвали? Троли. Троли, да. Почему? Потому что ты действительно туда ездишь, чтобы разведать и на семинаре тут постебаться. Они, наверное, посмотрели прошлое обсуждение Ливии, увидели, что ты стебешься. И тебя теперь не любят. Потеряешь ты там влияние. Я правда, Влад не понял, почему вы так принципиально против любого, так сказать, коллективного обсуждения. Нет, я не против. Почему? А мы сейчас все делаем. Сидим и коллективно обсуждаем. Я просто считаю, что как бы должны мы понимать рамки. Несмотря на то, что мы здесь что-то с ним обсуждаем. А почему они не понимали вы тут? Да потому что они считают, что он влияет на реальность. Еще раз говорю. Я же не против того, чтобы играть в любые игры. Обсуждать любые обсуждения. Вы же не можете знать, как они понимали и как не... Как вы понимали. Я, во-первых, сам был на одной из такой игр, а во-вторых игр рассказал, что это методологи. Они считают, что тем самым они пытаются найти альтернативный путь истории. Понимаете? Когда вот они играют в такие игры, они считают, что тем самым они показывают, как история может действительно развиваться. Я говорю, что ничего они этим не покажут. Что они играют в игры, и кроме игры это ничего не представляет. Они могут рассмотреть возможные варианты, что этот вариант... Еще раз говорю. Если бы разговор шел о том, что это возможные варианты, это не называлось бы так. Это совсем было бы другое. Они именно считают, что они влияют и указывают путь развития истории. Именно так. А почему? Само представление... Это есть такое, да. Они же говорят о проектности, так называют. Да. Это магия. О проектности, потому что если у тебя есть какой-то проект, то оно тебе оказывает на текущую реальность. Я с этого начал говорить. Поэтому я считаю, что это на самом деле чудо, это магия. Некий проект будущего оказывает на этот способ управления текущей реальностью. Да. Если вот тебе рассказали на самом деле, создали проект, в котором у России нет будущего, то вот у нее и нет будущего. Ну да, ну так это, а что? Поэтому... Какое следствие? Людям, которые создают русскую проектность и русскую идентичность, нужно дать денег, чтобы они дальше создавали русскую проектность идентичность. Потому что если они будут создавать проектность идентичность, то у России на самом деле будет будущее. Понимаете, да? То есть мы соберемся несколько человек, что называют, и у России будет будущее. У Сильев смотрит в коре, зачем люди собираются, зачем они это придумывают. Чтобы им дали денег, понимаете? Потому что они говорят, что мы найдем эту идентичность за абсолютное количество ре рублей. Мы уже там дали, мы найдем там или еще чего-то. Суть вопроса еще раз говорю. Я считаю, что кроме того, что кроме себя тешен, и кроме того, чтобы показать свою значимость какую-то, а может быть, или как-то там где-то распилить деньжат, потому что под этот проект можно будет как бы пытаться, но сказать, что это проект научный, да? Показать, что вот у нас есть результаты, совпало там, как Игорь же какое-то совпадение рассказал там недавно, а вот кое-что совпало. Какой-нибудь чиновник неграмотный решит, что это действительно научный проект, даст под это деньги. Ребята эти деньги аккуратненько распилят, и будет дальше свои игры играть. Вот и все. Это то, что называется уже наука, понимаете? Дальше называлась это магией, да, сейчас это называется не магией, сейчас это называется знанием реактора. Распиливание бюджета. Да бюджетные деньги это как бы часто, сам факт состоит в том, что это интеллигентская магия. Понимаете, раньше как бы какие-то там варенье, какие-то зелье там, какие-то пасты сделали, рисунки рисовали в круге там, молились каким-то там демонам. А сейчас занимается тем, что вот, исходя по аналогии с расстановками Хеллингера, какие-то там в игры играют детские, да, и думают, что сама реальность меняется, что реальность как-то зависит от того, что 20 человек, сколько там, 10 человек собралось в комнату там, и что тогда они там сделали? Бред какой-то просто. Ну, для них это... То есть, если вы стоите над унитазом и говорите, что я ссал на эту Россию, то потом раз через какое-то время на эту Россию тоже собрушивается. Бред просто, это бред. Ну, не надо такие бросаться крайности в жизни. Да, не надо поэтому, да. И, так сказать, это... Просто я имею в виду, что реальность никак не зависит. Конечно, реальность зависит от наших дел. А наши дела зависят от состояния наших умов. И никто не будет против этого как-то протестовать. Но ни в коем случае сама реальность напрямую от состояния умов не зависит. Если у нас будет любое состояние умов, но мы, тем не менее, ничего делать не будем, ничего не изменится. Эти интеллигенты делать ничего не хотят. Они только хотят сидеть и играть в игры, понимаете? А делать и ничего не хотят. И в этом состоит их, типа, новая теория, новая методология работы с реальностью. Давайте так. Шамон, шамон. Да, я же говорю, магия. Давайте делать мы ничего не будем, а будем сидеть и разговаривать. А реальность пусть меняется. Она что, обновила эта реальность? Мы же тут разговариваем, меняйтесь там. Понимаете? Они еще потом претензии будут предъявлять. Это что за ерунда? Реальность. Мы же, да, реальность. Мы же тут все уже спромнозировали. У вас реальность не нами. Вот у нас в стране все так. Работать никто не хочет. Понимаете? А менять реальность хотят все. У нас все генералы. Понимаете? Никаких солдатов-то нет, то будут делать. А генералы все вставные игры играют генералами. Все генералы и сидят. Давайте так, отряды туда пошлем, сюда пошлем. Никаких отрядов-то нет. Тут генералы есть. Вы слова не даете сказать все это. Александр, давайте, давайте, скажите слово. Сегодня я разговаривался с мужчиной, ему 70 лет. Он говорит, я голосовал за Прохорова. Я тоже. Я голосовал за Пахар. Я вообще не голосовал. У меня возбранный человек уже, по-моему. Семьдесят лет. Я тоже говорю, конечно. Я говорю, это такая... Вы голосовали, значит, из-за чего? Что основной мотив, что он наворовал много и дальше его воровать уже не будет? Он говорит, нет, мол, я не считаю, что он наворовал, но я считаю, что вот у него много и дальше он, значит, это, ну, не будет он, значит, там, воровать. И он, значит, обещал раздать народу, значит, там. И он это, значит, раздаст. И он опытный, значит, специалист. Я так вообще, как раз это думаю. А я говорю, а почему вы, значит, верите его словам, что он, значит, раздаст свои, там, сколько-то он назвал миллиардов, там, ну, это мужчина? Почему я говорю, а Путину вы, значит, не верите? А тот мне так объясняет. Мужчина, ну, с высшим образованием, значит, вот с семьдесят лет он говорит, ну, Путин же, значит, уже сколько лет находился у власти, двенадцать лет, значит, и что ж он там до сих пор все борется там с этой коррупцией, что все, ну, что он, типа, обещает, что тут обещать, когда у него были реальные, значит, временные возможности и ресурсы. Ну, и там начал, там, пройди Чубайс и так далее, ну, к реальности просто, вот, я говорю, что не понравилось. Еще раз, это, как бы, суть вопроса, я знаю, преднете только единственное, что, вот, я считаю, что в данном случае, как бы, есть, именно, некий прыжок между тем, что вот есть желание интеллигентов что-то делать, да, вот есть интеллигентское желание что-то делать, и оно было до революции, было присутствовало, в итоге революция случилась, да, интеллигенты сидели, что-то желали, желали, и в итоге начали что-то делать. Вот это, но тогда люди всегда что-то... Какая последняя революция, говорите? С 17-го года. С 17-го года. Почему? Была, вот, 20 лет назад революция, зачем говорить про 17-го? Ну, какая разница, какая революция? Вопрос состоит просто в этом. А эти ребята тоже хотят что-то, как бы, менять, но делать они ничего не хотят. И куда они на революцию не пойдут, они будут просто сидеть вот так вот, идти, хая, играть какие-то свои игры. Кто эти ребята? Ну, вот, знание реактора. Причем, на самом деле, как бы, вот, знание реактора, как бы, вот, именно реактор, когда, да, технологии, там, похоже, действительно, на какой-то штурм, да, мозговой. То есть, люди предлагают какие-то идеи, люди, ну, как бы, происходит их совместное творчество, да. Там еще, как, все-таки, там технологичность присутствует. Я, как бы, с этим, то есть, я сам присутствовал, я понимаю, что там, в буквальном смысле, просто, это, своего рода, форма общения, да. Можно разным способом формализовать способ, каким мы общаемся с друг другом. Можно в виде вот этого знания реактора. А вот здесь, в статистической игре, это, по-моему, полное просто произвол. Ничего здесь не происходит, методологии здесь нет. Вот о чем речь. А почему должна быть везде методология? Потому что они на нее претендуют. Изначально, как бы, мы ходили первый раз с Игорем на эту игру, для того, чтобы выяснить, существует ли здесь методология реальная, или это просто, как бы, ну, условно говоря, там, себя тешим, да. Как бы, люди пришли, как бы, поиграть, ну, я еще раз говорю, может быть, в дидактическом смысле это полезно. Кто-то что-то узнает, да, там, люди с друг другом как-то пообщаются. Да. Это игровая форма общения. Почему это? Это тоже полезно. Полезно. Ничего плохого нет. Ну, просто не надо отсюда далеко идущие выводы делать, что, как бы, мы влияем на судьбы, там, Европы, мира и прочее. Ничего такого не происходит. Ну, ребята, играют. Ну, все, там, похоже, пошел. Ну, все, да? Да. Спасибо. Продолжение следует...